Здравствуйте, я хотел бы поменять права. Поменять права в МФЦ теперь не проблема. С собой документы и в путь список следующий. Паспорт, водительское удостоверение, которое необходимо заменить, медицинская справка и квитанция об оплате госпошлины. Фотографии не нужно, в МФЦ есть своя фотолаборатория. Я в ГИБДД ездил и не проходил по очереди два раза, поэтому решил приехать сюда. Здесь все очень удобно и быстро достаточно. Отсутствие хождений по мукам – главный плюс. В подаче документов через МФЦ весь процесс занимает не больше 15 минут. Единственный минус – срок. В многофункциональном центре ждать новые права придется около 15 суток. Зато прийти сюда можно в любое время с 8 утра и до 8 вечера. Когда они приезжают в ГАИ, они получают непосредственно там, но на это тратят свой рабочий день. В МФЦ вы можете прийти в завершение рабочего дня, в выходной день подать документы. То есть вы на это практически не тратите свое драгоценное рабочее время. Забрать новое водительское удостоверение также удобно. Сделать это можно в любой день, кроме воскресенья и понедельника. Между шестым и седьмым пунктом вот этой черной ручкой ставите здесь. Новые права выданы, срок их действия 10 лет. Теперь водителю о них можно не вспоминать. А вот у специалиста многофункционального центра есть всего несколько часов для того, чтобы передать сведения в ГИБДД и активировать удостоверение. В противном случае права недействительны. Ксения Казакова, Сергей Сомов. Для РТВ.